Субтитры создавал DimaTorzok Время играет существенную роль и в культурах, в которых основные понятия, ценности должны оставаться теми же, что были в предшествующие времена. Сегодня я продолжаю рассмотрение времени в связи с вопросами хронологии и истории. Но прежде всего относительно хронологии. Мне представляется, что вот в тех науках, которые мы с вами уже начали обозревать, которые прямо примыкают к антропологии, а именно в лингвистике, в частности в сравнительно историческом языкознании, и в генетике, когда мы рассматриваем проблематику ранних эпох, пытаемся реконструировать, что было несколько тысяч лет назад, мы всё время оперируем хронологией. Поэтому очень важно соотнести хронологические результаты разных наук, пока это делается в очень слабой степени. Поэтому часть того, что я сегодня вам излагаю и изложил уже в предшествующих занятиях, часть этого, конечно, дискуссионна, потому что лингвисты открыли некоторые сравнительно точные методы определения хронологии движения во времени, в частности, основного словаря языка, основного списка слов, примерно из 100 или 200 слов, которые могут измениться только в течение определенного периода времени в очень небольшой степени. То есть такие слова языка, как «находить», «сидеть», «быть», «иметь» и так далее, они должны повторяться в речи следующего поколения. То есть если дети не выучат такого рода общеупотребительные слова, то будет затруднено общение между младшим поколением и старшим поколением. Поэтому каждое следующее поколение может внести свои изменения в основное слово языка, но это касается только отдельных слов. И по этому признаку можно определить длительность того или иного этапа в развитии языка, если у нас есть данные о словаре языка для этого времени. То есть мы можем, скажем, точно вычислить расстояние во времени между современным русским и древнерусским языками. Мы можем это вычислить, даже если мы не очень хорошо знаем историю России. Тем не менее, на основании сравнения древнерусского языка, там, скажем, X века, от которого уже есть тексты, и до XXI века мы можем произвести достаточно точные расчёты. Теперь, если взять другую науку, с которой я всё время пытался в прежних своих лекциях соотнести лингвистические данные, если взять генетику, там тоже, конечно, как вообще в биологии, возможны хронологические разыскания. Можно довольно точно определять время, ну, в зависимости от геологических пластов, где находятся те или другие останки, там, пролюдей или древних людей, которые говорили на других языках, относились к другим культурам. Но методы сильно отличаются от лингвистических, поэтому соотнести точно хронологию археологов, которые раскапывают древние усыпальницы, находят мумии и так далее, соотнести данные археологов с тем, что делают генетики, с тем, что делают лингвисты, не так легко. Разные науки оперируют не совсем одинаковыми понятиями во времени. Это такая общая трудность всех современных наук, но мы в какой-то степени пытаемся это преодолеть. Я просто хочу пояснить, что по этой именно причине часть того, что я вам уже излагал раньше, и буду ещё об этом дальше говорить, часть хронологии древнейшего развития человечества пока ещё, конечно, спорная. Другой вопрос, отчасти с этим связанный, это вопрос о хронологии истории. Значит, история оперирует, главным образом, письменными текстами, но также, конечно, и археологическими находками. И археологические находки могут датироваться, поскольку, например, в современных исследованиях, которые касаются геологии, разработаны радиоактивные датировки. То есть мы можем по тому, что мы знаем время распада разных радиоактивных элементов, мы можем довольно точно давать хронологию, ну, скажем, основываясь на данных радиокарбонных, то есть на данных, касающихся конкретно растительных остатков от определённого времени цивилизации. То есть у нас есть способы довольно точно определить некоторые хронологические границы для определённых частей истории человечества. Но это только ещё начало работы, и там возникает целый ряд трудностей. В частности, общая трудность с лингвистикой состоит в том, что по мере удаления от нашего времени хронология становится всё менее отчётливой, и, возможно, довольно большие ошибки в наших датировках. Поэтому мы каждый раз должны оперировать несколькими возможностями. Ну, а как обстоит дело с хронологией, которая опирается на древние источники? Вы знаете, для европейской традиции, ну, и для части восточных традиций, очень существенна была та хронология, которая содержится в священных книгах. Ну, в частности, человек в священной книге христианства, в Библии, впервые попытался поставить этот вопрос на твёрдую почву великий физик Ньютон, который не только создал современную механику и оптику, но также разработал некоторые важные принципы соотнесения исторической хронологии с астрономическими данными. Ньютон обратил внимание на то, что в древних текстах довольно много говорится о небесных явлениях, в частности, о затмениях. Ну, там упоминаются некоторые другие важные явления, типа там загорание новых звёзд. То есть некоторые факты, которые мы точно определяем астрономически, на основании современной математически развитой астрономии, некоторые факты можно соотнести с тем, что описывается в Библии. И, собственно, Ньютону принадлежит такое замечательное открытие. Он установил, что в основном библейские хронологии справедливы. То есть мы должны ориентироваться в большой степени на то, что основные факты, относящиеся, ну, скажем, к второму и первому тысячелетию до Рождества Христова, эти факты в Ветхом Зависе излагаются более или менее в соответствии с реальной хронологией, которая находит астрономическую базу. Сейчас довольно много этим занимаются. Это такая развитая область науки. Возникает один очень интересный вопрос, который, пожалуй, впервые подробно и детально разработан именно в нашей отечественной науке, хотя и вызывает огромный поток дискуссий и споров. Речь идёт о том, в какой степени наше представление об истории древнего мира реально, насколько действительно мы правильно представляем себе, ну, скажем, последовательную хронологию того, как сменялись разные царства в Египте. От Египта осталось очень много письменных памятников разных эпох, начиная с четвёртого тысячелетия. Я вам упомянул, что в четвёртом тысячелетии уже мы знаем некоторые интересные тексты иллюфического типа. Вот можно соотнести хронологию Египта с хронологией Вавилона и Осирии, которые известны по древним шумерским и аккадским текстам. Можно соотнести это с письменными памятниками ряд других стран. В какой степени всё это реальная хронология? Первым поставил вопрос о нереальности хронологии, которыми оперируют учебники истории наш отечественный учёный, ну, по-главному своему занятию народоволю, политический деятель, который был осуждён на длительное тюремное заключение, но в нём занимался наукой, потом даже стал академиком Русской академии наук. Действительно, крупный учёный, но часть своей научной энергии он приложил к доказательству того, что целый ряд принятых в традиционной истории утверждений относительно смены разных эпох, не верен, что на самом деле часть исторических личностей, на самом деле фикции, мы имеем одних и тех же людей, которые выступают под разными именами. Эта идея в той или иной форме продолжена в трудах многочисленных нашего современника, известного русского математика Фоменко. Он член нашей академии, известный математик, тополог. Ему принадлежат интересные математические работы. Но вот в гуманитарных науках он попытался выступить собственно с двумя такими ответственными заявлениями. Первое заключалось в том, что существующие хронологии явно носят элементы некоторой фантазии, что это все сконструировано позднее разного рода учеными, которые изобретают хронологию отдельных стран, не очень правильно соотнося это друг с другом. Понимаете, для того, чтобы твердо утверждать, что в этом пункте хронология, скажем, Древнего Египта совпадает с хронологией Древнего Востока, должны быть какие-нибудь события, ну, скажем, столкновения громадной Хердской империи в области современной Турции с египетской армией Биту Брикадеша. Это реальный исторический факт. В этом пункте хронология Египта пересекается с хронологией Древнего Востока, и мы можем сделать некоторые интересные выводы. Таких случаев, в общем, мало. Обычно хронологические таблицы, которые излагаются в разных учебниках, они для разных стран мало соответствуют друг другу. Но вот это критическое рассуждение Фоменко мне представляется очень важным и ценным. Я думаю, что действительно многое в учебниках Древней Истории искусственные построения. Вообще история, к сожалению, достаточно неточная область знания, поэтому мы поступенно только приступаем к пониманию того, что помимо того, что в истории часто какие-то современные страсти, современные эмоции вызывают искажения древних фактов, их неправильное описание, но кроме этого существуют проблемы хронологии, на которые справедливо указал Фоменко. Критическая сторона его работы, мне кажется, несомненно интересна. С другой же стороны, Фоменко предложил некоторые объяснения тем закономерностям, которые он сам находит, которые, мне кажется, не вполне убедительными и, может быть, не вполне правильными. Фоменко обратил внимание вот на что. Если мы сравним известные хронологические факты относительно древних империй, возьмем, предположим, факты, относящиеся к уже упомянутой мной Ихетской империи, но это область, которой я много профессионально занимался и занимаюсь, там установлено на основании смены разных памятников разных эпох, разных текстов установлена довольно точная хронология, как развивалась Ихетская империя на протяжении примерно тысячи лет, то есть самые ранние цари, это где-то около 17 века до нашей эры, а затем идёт последовательное развитие, последовательная смена разных царей, и это отражается в текстах, но там могут быть какие-то неясности с совпадениями имён одних и тех же царей, там первый, второй и так далее, носящие похожие имена, но тем не менее в основном мы выстраиваем правильную картину, а потом вот берём хронологию какой-нибудь другой империи, скажем Римской империи, про Римскую империю мы очень много знаем, мы знаем много о Древнем Риме, сохранилось много зданий, и мы знаем хронологию этих зданий Древнего Рима, мы знаем как сами римляне описывали свою раннюю историю отчасти в мифологических терминах, ну и потом знаем как произошло крушение Римской империи, это уже существенная часть истории Европы. Фоменко высказал предположение, что на самом деле в истории сравнительно мало реально существовавших империй, а существовали некоторые империи, которые под разными именами вошли в историю, и мы собственно одно и то же читаем в нескольких разных описаниях. На самом деле была не просто Римская империя и все прочие империи, а была империя как таковая, которая потом описана в текстах о Римской империи и других империях. Вот это мне кажется не очень убедительным рассуждением. Дело в том, что если, как это показал Фоменко, существует некоторый хронологический ритм, хронологические совпадения, то есть между, скажем, основанием Древнего Рима и его концом проходит определенное количество веков, то мы в историях других империй находим примерно такие же цифры. То есть ритм истории оказывается повторяющимся. У этого может быть такое объяснение простое, которое принимает Фоменко, изложено во многих его работах, так что вы можете это посмотреть. Большинство историков отвергают эти его результаты, но есть некоторые сторонние. Я думаю, что ошибка здесь может быть вот какого рода. Действительно существуют повторяющиеся ритмы истории. Похоже, что некоторые исторические процессы происходят похожим образом. Видимо, к этому есть социальные, экономические и другие объяснения, пока очень слабо изученные. То есть на самом деле история еще не точная наука, но и объяснение истории социальные экономические силы, которые стоят за историческими событиями, все это очень плохо и недостаточно детально изучено. Тем не менее, потому что мы знаем, возникает представление о том, что действительно очень многое в истории повторяется. Вы знаете, меня очень занимает вопрос с этой точки зрения относительно истории революции. Вот мы с вами живем, если я правильно это понимаю, на последнем этапе развития большого события, которое в целом в будущем будут называть русской революцией. И русская революция, по-видимому, начинается где-то около 905-го года, но это известное событие была русско-японская война с поражением России, победы Японии. И как результат происходит революция, первое испытание для царского режима, но в результате царский режим меняется, но сохраняется. А дальше начинается серия изменений, которые включают революцию 1917-го года, свержение монархии, дальше большевистский переворот Ленина, приводящий сначала к двухпартийному правительству большевиков и левых эсеров, потом правление большевиков, большой период, в котором происходят по-видимому реставрационные события, реставрации многого в царской России, что начал Сталин, и продолжили потом некоторые из последующих правителей России. И вот этот цикл восстания, переворотов, революции, реставрации, то есть движений в обратную сторону по сравнению с революцией, этот цикл продолжается до нашего времени, охватывая, как вы понимаете, уже больше, чем столетия. и мы можем последовательно пытаться измерить промежутки между отдельными составными частями этих событий. Ну, естественно, мне пришло в голову, что интересно сопоставить события русской революции с французской революцией. Те, кто создал часть революционных событий в России, хорошо знали историю Франции. Некоторые политические деятели России, например, основатель современного анархизма Кропоткин, выдающийся русский ученый, был хорошим историком и специально занимался историей французской революции. Так что для русской революции существенно было соотнесение всех событий, в частности хронологии событий, с тем, что уже знали о французской революции. Вы знаете, очень интересный момент описан в мемуарах Троцкого. Троцкий один из главных лидеров большевистской революции, человек, с которым связана победа в гражданской войне. он в большой степени организовал это вообще выдающийся деятель большевизма этого времени. И он был относительно близок с Лениным. В разные периоды они сходились и расходились. Но у него есть интересная очень запись по поводу Ленина, что он однажды приезжает к Ленину, а тот морозный день, много снега, и в снегу прыгает Ленин в восторге. Он ему говорит, мы, вот мы большевики, продержались дольше, чем парижская коммуна. Значит, у Ленина в голове, когда он уже пришёл к власти, когда он был председатель наркома, глава всей России, которая находилась в состоянии гражданской войны в это время, у него самого всё время было ощущение взаимосвязи с историей французской революции, и он отмерял, как долго он, Ленин, сможет со своей партией большевиков продержаться у власти. И его поразило то, что вот парижская коммуна так долго не сумела удержаться. Ну, это, мне кажется, вообще очень интересное сравнение парижской коммуны, я думаю, очень много объясняет на поздних этапах французской революции. Французская революция начинается в 18 веке, и продолжается через попытки Наполеона создать империю, затем через разного рода реставрации, окончая Наполеоном третьим, только постепенно после революции наступает, более чем после столетнего развития, наступает наконец такой более спокойный период. У нас в России видимо это пока еще не произошло, мы только подходим к заключительному этапу вот этой большой русской революции. Также интересно сравнить русскую и французскую революцию с другими происходившими в 20 веке, в частности в Мексике. Мексиканская революция, мне кажется, очень сопоставима с русской в религиозном плане, потому что для русской революции очень существенны резкие изменения отношения к господствующей религии. Начинается революция в христианской стране, затем искусственно внедряется атеистическое мировоззрение, обязательно для всех, с резким отрицанием христианства и с гонениями на церковь, ну как раз тот же Ленин насуществлял это. Ну и затем начало реставрации роли церкви связанные со Сталином, с событиями Второй мировой войны и после нее. То есть вот мне кажется, что целый ряд событий в Мексике и в России с этой точки зрения оказываются похожим в революции. В частности массовые преследования священников это черта и мексиканской революции и русской революции. Затем очень интересна конечно история революции в Китае, которая привела к современному китайскому коммунистическому режиму с его попытками частичной реставрации бурразных экономических отношений хотя бы на отдельных территориях внутри Китая. но вот это все процессы одного типа. То есть можно говорить о том, что существует действительно некоторое по-видимому универсальное революция. То есть некоторые элементы присущие каждой революции. Ну элементы в частности смены революционных движений реставрационными, гибель отдельных вождей, которые на самом деле оказываются почти закономерностью и так далее. Все это можно не только исследовать, но частично вычислить. Вы знаете, наиболее интересные исследования, которые связаны с цикличностью развития, с тем, что в движении общества мы можем видеть повторения одинаковых явлений. В наиболее отчетливой форме такая теория была на экономическом материале, создана великим русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. Я очень рекомендую его собственные работы, они сейчас все переизданы. Кондратьев был врагом сталинского режима. Сталин лично руководил арестом, пытками, которым был подвергнут Кондратьев. Кондратьев просто измучили с людьми очень долго и потом в конце концов расстреляли. Он по своим политическим убеждениям был СССР, то есть он входил в одной из революционных русских партий, но резко противопоставлял себя большевизму, хотя работал после первой большевистской революции в государственном институте, который он создал. Ему с его небольшой группой удалось разработать точную хронологию развития капиталистических стран, в основном Европа, на протяжении первых веков после происшедшей в 16-17 веках промышленной и технической революции. Кондратьев удалось выяснить, что существует механизм чередования подъемов и упадков экономической деятельности, на то, что все знают по понятию кризиса. Сейчас это расхожее слово, все думают о том, вот кризис, скажем, сейчас у нас стране кризис. Что такое экономический кризис? Это спад больших достижений, которые до этого были связаны в частности с новыми техническими открытиями. Вообще вся капиталистическая техническая революция начинается с большого технического открытия, с открытия парового котла. С этого времени отсчитывается смена подъемов и упадков экономического развития, приблизительно охватывающая 25 лет. Но вы знаете, это очень точная схема. Кондратьев составил такие математические кривые, по которым можно рассчитывать кризисы, время наступления кризисов. Это проверено на таком материале, как, скажем, экономическая история Соединенных Штатов. Поэтому Кондратьев очень известная фигура в мировой экономической науке. Ну и сейчас есть довольно много попыток перестроить всю предшествующую историю человечества, наложив на нее вот эти идеи периодов Кондратьева. Х-периоды, как об этом часто пишут в американской и другой научной литературе, которая основывается на Кондратьеве. Но так или иначе, Кондратьев отметил, что периоды кризисов это также периоды обычно войн и революции. То есть по разным причинам эти явления совпадают. То есть на самом деле его система позволяет довольно точно рассчитывать время кризиса. Значит, из кризиса обычно выходит экономика по той причине, что в этот период, период кризиса, не только происходят военные революции, но делаются крупные открытия. Внедрение этих открытий делает возможным новый расцвет экономики, выход из кризиса, подъем. Ну, это можно проследить по таким событиям, как большой кризис 20-го года во всем мире, который потом приводит к быстрому росту в тех же Соединенных Штатах, скажем. То есть это все достаточно хорошо работающая теория, которая показывает, что в принципе мы стоим на грани довольно точного понимания основных экономических и социальных соотношений, которые приводят к цикличности времени, к тому, что в истории можно открыть определенные периоды с похожими явлениями, похожими, но не совпадающими полностью. То есть в этом смысле я считаю, что теория циклического развития, теория периодов типа Кондратевской, она противостоит идеи МТП Фоменко, которые несколько упрощают проблему. По Фоменко можно было бы сказать, что существует одна революция, которую условно назвали разными словами, условно отнесли к разным странам, соотнесли с разными вождями. На самом деле, конечно, это все не так. На самом деле революций было много, но они все имеют неоткры общей черты. Ну, в каких-то революциях один элемент становится более существенным, скажем, английская революция, приведшая к диктатуре Кромбеля, отличалась такой сильной религиозной направленностью, похожей на то, что происходило в России и в Мексике, но не похожей на то, что, скажем, происходило в Китае. Китайская революция, в свою очередь, связана по первым этапам, первоначально с русской революцией, с некоторыми попытками Коминтерна, основанного большевиками в Москве, с попытками Коминтерна наладить систему революции во всем мире. В этом смысле, опять-таки, существенная историческая роль Троцкого. Ну, об этом всем мы с вами еще можем по отдельным поводам поговорить. Значит, несущественно отметить вот что, сейчас мне кажется очень вероятной цикличность исторического времени. То есть, то, что история, которая кажется, вообще говоря, почти абсурдной, многие люди приходят в ужас от того, что происходит, скажем, в современном мире, им кажется, что везде господство стоит хаос. На самом деле, если посмотреть глазами современного специалиста по экономике, по экономической и социальной истории, мы видим, что у всех событий есть все или иные существенные экономические и социальные причины, и поэтому история могла бы быть очень важной, практически полезной наукой. К сожалению, этого не происходит. Не происходит по самым разным причинам. вы знаете, что состояние, скажем, русской истории и подготовка русских учебников в истории это что-то совсем выходящее за рамки того, что можно считать наукой, но из других стран их не так уж много сделано. То есть, нельзя сказать, что сейчас человечество живется, образуется своей историей. Это не так. То есть, существуют отдельно люди, которые знакомы с историей в ее современной форме и пытаются какие-то сделать выводы и отдельно от этого существуют практики, которые ведут совершенно отдельную работу по тому, как развить современные исторические формы. Так что, мы думаем, что в ближайшее время гуманитарные науки должны выполнить свой долг перед всем человечеством и должны все-таки многое сделать для того, чтобы просветить людей, чтобы люди стали ориентироваться на весь огромный уже накопленный опыт. Если говорить широко в терминах сопоставления самых разных культур, как я стараюсь делать в этом курсе, то, конечно, надо обратить внимание на то, что все, что я сказал относительно повторяемости событий революционного типа возможно только в горячих культурах, культурах, которые постепенно, иногда, выходя из холодного состояния, постепенно становятся горячими, то есть постепенно время вставляется в развитие этих культур. и это по-своему болезненный процесс, то есть история не проходит незаметно для людей, она осуществляется в довольно грубых и жестоких формах, поэтому особенно ответственно как правильно описать, правильно отвечать за это. Восточные философии, восточные религиозные описания истории содержат много ценных идей, в частности довольно интересную картину чередования разных эпох представляют индийские священные тексты, у индусов было представление о юго, юго, кстати, это корень общий с русским иго, индоевропейское слово, означающее вообще говоря ермо, соединительную часть рубрижа быков или каких-то транспортных животных, но юго в особом смысле в санскрите означает большой период времени и индусам принадлежала идея повторяемости некоторых определенных циклов в истории, в каком-то смысле еще на очень таком мифологизированном языке с вмешательствами богов и так далее древнеиндийские философы пытались понять циклическое построение человеческой истории человеческого времени. я бы вам указал на некоторые интересные попытки соединить эти мифологические образы древнеиндийской еще преднауки не совсем науки а это были такие размышления которые могли стать похожими на науку я бы мог вам привести интересные примеры соединения таких опытов с тем что можно извлечь из современной науки и с некоторыми современными данными наиболее интересная работа в этом направлении мне представляется художественное сочинение книга великого английского англо-ирландского поэта 20 века Ейца Ейц написал книгу Vision Видение которую я сейчас в русском переводе он поэт великий поэт но он и прозаика написал эту книгу потому что он был уже немолодым человеком поздно женился у него должен был родиться ребенок и у жены были странные явления связанные с беременностью и начал чудиться что ей какие-то голоса что-то сообщают от имени каких-то учителей такое несколько мистическое представление она сообщила мужу и он стал записывать то что ей диктуют эти учителя это оказалось такая вот история циклов которые переживали с человеческим мифологическим изложения такая смесь индийской мистики с чем-то вроде наших европейских представлений о древней истории все это кончилось тем что ребенок родился у нее у жены прекратились эти видения а яйцу самому стали что-то диктовать он сам когда-то увлекался индийской религиозной философией поэтому был подготовлен для такого рода общения с какими-то неведомыми силами все это он попытался описать в его рассуждениях интересны в частности числовые элементы то есть эти его индийские наставники утверждали что существуют какие-то числовые закономерности сколько проходит там тысячелетия внутри одного из циклов и в этом смысле то что сделал ей можно сравнить с не мистическими но очень увлекательными тоже опытами в этом направлении нашего русского великого поэта футуриста Велимира Хлебникова Хлебникова был по образованию хороший математик по сути своих занятий прежде всего поэт но ему как раз в эпоху начала русской революции он был еще совсем молодой человек ему пришло в голову что поражение России в войне с Японией это только часть какого-то большого циклического процесса в ходе которого то побеждает одна страна то другая то есть если будет поражение России то обязательно потом будет через некоторое время поражение Японии в аналогичных сражениях и так далее и он попытался все это изложить на математическом языке это было не так легко сделать еще труднее напечатать должен вам сказать что последнее время за последние годы напечатана по-русски большая книга написанная Хлебниковым перед смертью он довольно рано умер но успел написать в начале 20-х годов книгу которая называется Доски судьбы сейчас она вполне доступна можете посмотреть последнее собрание сочинений Хлебникова недавнее издание там есть эта книга есть отдельно изданная эта книга Доски судьбы в этой книге ну как в Вижн Яйца дается попытка описать всю историю человечества главным образом хронологию истории и тут конечно критика хронологии с которой я начал она показывает что часть материалов на которые опирался Хлебников она просто не верна то есть отчасти некоторые его построения не верны не по его вине а потому что он пользовался традиционной хронологией но тем не менее несомненно что в его разысканиях много цен но и он сделал некоторые некоторые очень интересные наблюдения я хочу с вами поделиться одной своей собственной находкой вы знаете я по причинам отчасти семейным мой отец очень увлекался Хлебниковым мой отец писатель Всеволод Иванов очень увлекался Хлебниковым как писателем коллекционировал его произведения у нас дома до сих пор у меня сохраняется часть архива неизданного Хлебникова у него далеко не все издано и среди прочего Хлебников также делал какие-то такие подготовительные работы по описанию математическому описанию не только истории а вообще разных явлений мира он изучал и астрофизику и так далее и все это в какой-то степени записано в его увлекательных неизданных материалах я занимался в главном архиве Аргале в нашем российском государственном архиве литературы и искусства там много материалов Хлебниковым сохраненных его другом Крученоком и рядом других я там нашел одно из его предсказаний которое тогда еще не было опубликовано он рассуждает на такую интересную тему советская власть по его мнению обладала способностью расширять территории на которой она завоевала первенство где она остановилась главной все началось перевороты большевиков в Петрограде дальше москва ну и так далее гражданская война постепенно распространялась советской войны но Хлебников который умер сам в начале 20-х годов уже после конца гражданской войны он был убежден и Хлебников пытался предсказать что произойдет дальше у него есть такая запись а дальше будет реакция внешнего мира против этого расширения советского временем кубинского кризиса то есть с основным открытым противостоянием Соединенных Штатов Америки и тогда существовавшего как вторая сверхдержава союза советских истористических республик в это время возникла реальная опасность третьей мировой войны но которая была тем не менее устранена благодаря соглашению Хрущева с Кеннеди тогдашним президентом Соединенных Штатов вот это меня поражает меня поражает то что Хлебников сумел найти некоторый ответ на реальный вопрос касающийся истории и ответил на него исходя из некоторых числовых законов истории которые он пытался вывести так что я думаю что все таки это направление полезное то есть мы не можем сказать что мы сейчас научились предсказывать что будет вот Ленин не потому пришел к власти не потому советская власть удержалась что Ленин что-то узнал о парижской коммуне но Ленину помогало это знание и по-видимому имеет смысл серьезно заниматься историей и возможностями исторического анализа хронологии истории именно как некоторым вспомогательным средством то есть это нам поможет избавиться хотя бы от явных ошибок в нашем современном практическом поведении это касается конечно не только экономических явлений которые научился познавать Кондратьев и все кто за ним следует но это касается и всемирной истории в целом так что в этом смысле мы сейчас больше вооружены ну и теперь совсем коротко я хочу сказать несколько слов поскольку в связи с Хлебниковым я касаюсь вопроса возможности исторического предсказания будущего какой степени наука может действительно предсказывать будущее это очень серьезный факт который должен учитываться конечно всеми кто серьезно занимается наукой потому что современная наука дошла до таких тонкостей в понимании внешнего мира оказывается возможным создание очень разрушительных средств как атомное оружие оказывается возможного внедрения в очень существенные структуры как по-видимому в принципе возможно вмешательство человека в развитии генома человека то есть биологическую эволюцию значит наука должна понимать какие стоят перед наукой возможности и соответственно что человечество может сделать чего человечество может достигнуть и какие должны быть ограничения на этом пути я бы даже особенно подчеркнул ограничения то есть то что наука сама должна понимать что она в ближайшее время не должна делать ну в частности наука не должна способствовать конечно самоуничтожению человечества это вполне реальный вопрос потому что ну целый ряд фактов показывает что именно 21 столетия с этой точки зрения критическая столетия то есть оно может кончиться очень плохо для всего вида человека могут произойти необратимые изменения этим заняты многие многие ученые заняты я еще к этому буду возвращаться на высокую я хотел бы подчеркнуть что наука не только занимается прошлым и на основании прошлого опыта может что-то показать относительно того что какие в истории есть циклы какое возможно развитие в истории наука также может делать обоснованные выводы о будущем ну в этом плане мне представляются интересным также философские мечтания великого русского религиозного философа Федорова автора философии общего дела который жил и работал в 19 веке его работы вызвали большой интерес скажем у Достоевского есть письмо Достоевского где он говорит о том что он и молодой Владимир Соловьев один из крупнейших русских мыслителей очень серьезно относятся к идеям Федорова Федоров считал что науке надо дать очень трудное задание именно для того чтобы она не уничтожила человечество наоборот что-то сделало полезное ему самому представлялось что самым полезным было бы физическое воскрешение мертвых именно физическое то есть их воскрешение в телесном облике но мне случалось обсуждать эту проблему с некоторыми нашими талантливыми генетиками и они были поражены тем что Федоров не знавший тогда о первых шагах генетики предсказал будущее такой науки в принципе вы понимаете что клонирование восстановление некоторых исчезнувших живых существ это сейчас вполне реальная научная задача но обсуждаются в какой степени закономерно пытаться клонировать то есть восстановить древнего человека но во всяком случае такие проблемы в духе Федоровских утопий они возникают сейчас то есть современная наука не полностью чуждая этому мне представляется что это очень интересно то что наука о будущем это нечто что входит в такую программу развития науки сейчас мы не можем сказать что можно серьезно заниматься предсказаниями того как будет выглядеть физика или биология не только 22 века но даже конца 21 века но мы можем тем не менее наметить некоторые пути я постараюсь по ходу дальнейшего изложения своих лекций говорить о том в каком направлении могут быть такие необычайные открытия и прозрения которые сильно изменят наше представление о мире в котором мы живем но сегодня я хотел бы отметить что во всем этом комплексе знаний конечно первую роль играет научное представление о времени ну и отсюда представление о хронологии о циклах развития о некоторых числовых и других закономерностях чередования определенных социальных и экономических изменений в истории человечества спасибо за внимание спасибо за внимание